Звук Вы ступили на территорию призраков. Тема сегодняшней программы «Звук». Вы узнаете, что влияние на организм человека разнообразных звуков и мелодий выходит за привычные эстетические рамки. Звуки могут лечить болезни и благотворно влиять на развитие живых организмов. Но в то же время звуки способны приносить вред, изменять сознание и даже убивать. Оставайтесь на территории призраков, и вы узнаете, какие секреты приносит с собой таинственная музыка и голоса. Как научиться слушать неосязаемых собеседников? Что им нужно от нас? Какова истинная сила звука? Не так давно любители американских ужастиков получили в подарок новое творение голливудских кинематографистов под названием «Белый шум». Сюжет фильма таков. Главный герой, потеряв жену в результате несчастного случая, начинает получать послания от покойной. Значит, что происходит? Он получает эти послания посредством радиоприемника. Дальше больше происходит. Несчастный вдовец втягивается в общение с потусторонним миром. И постепенно начинает отслеживать теле и радиопомехи, вычитывая в них своеобразные сигналы с того света. Значит, этот феномен, который он обнаруживает из радиоприемника, носит название «Белого шума». Он исследует явление белого шума. Об этом, собственно говоря, и картины американских кинематографистов. Создатели картины в многочисленных интервью утверждают, что в основе фильма лежит явление крайне необычное, но в то же время реальный феномен, который носит определенное название. Когда замолкают радиостанции, когда Венеер плавно ищет чистоту, в эфир приходит белый шум. Изредка пробиваются какие-то голоса, обрывки музыки, писк маяков. Но даже когда все радиостанции замолкнут навсегда, белый шум останется в эфире. Речь идет об электрическом голосовом феномене. Называем также феномен электрического голоса, фэг. Это явление обнаружил впервые в 30-е годы известный ученый Томас Эдисон. Явление это, значит, составляет определенный процесс. Эдисон полагал, что умершие, собственно говоря, как бы уйдя из этого мира, уйдя из этой жизни, они сохраняют свое «я». И таким образом наше «я», переходя в иной мир, должно бы сохранить свою сущность и может воздействовать оттуда на материю. Для того, чтобы установить факт такого воздействия, достаточно установить определенную чуткую аппаратуру. И надо ее лишь изобрести, аппаратуру данную. «Белый шум» — это вид акустического шума, в котором звуковые волны разной частоты имеют одинаковую интенсивность. Не совсем обычное название этот шум получил по аналогии с белым светом. Так же, как в белом свете присутствуют все составляющие цветового спектра, так и в белом шуме есть все звуковые частоты. По причине наличия как высоких, так и низких частот, его звук нейтрален и напоминает шум водопада или легкого ветра. Серьезные исследования феномена электрических голосов еще начались в 50-е годы прошлого века. Как-то поздним вечером 59-го года шведский продюсер на своей вилле в саду решил записать голоса птиц. Это было его хобби. Он этим давно увлекался, так как у него была бессонница, и на ночь он слушал голоса птицы, сон у него был здоровый и спокойный. Но в этот раз все было необычно. После прошлушивания записи он услышал четкий голос мужчины, который читает лекцию на тему орнитологии. Но еще был изумительный факт, так как он читал не на шведском, а на норвежском языке. Но еще больше он изумился, когда он понял, наконец-то, что он в саду находился один. И когда он прослушал второй раз запись, он еще больше изумился. И он взялся тогда за приемник. Он начал крутить, вертеть его, оглядываться. И все-таки он нашел ту радиостанцию, которая регулярно передавала послания на фоне музыки. Его любопытство перешло просто в одержимость. Он почти забросил работу. И постоянно выискивал в радиостанциях новые послания. В итоге он понял, что они обращены именно ему. они были сначала без фразных, без законченных предложений. И вот он в итоге стал их понимать. И перешло это к их общению. В итоге, в конце концов, он получил послание от умевшей матери. И он понял, что это все гораздо серьезнее, что это связь с потусторонним миром. Позже при исследованиях с созданием фонографов Эдисон обнаружил, что на записях обнаруживаются достаточно четкие осмысленные сообщения. Эти сообщения подверглись также исследованию. И в результате выяснилось, что они несут в себе определенную информацию. Несколькими десятилетиями позже это же явление подтвердилось при наблюдениях над процессами, связанными с магнитофонами, телевизорами и кинокамерами. Но самое любопытное, что явление это присуще только аналоговым моделям техники. С цифровой техникой это явление не происходит. Разве что только с цифровыми фотоаппаратами. И вот после четырех лет кропотривого труда Джаггерсон выпускает свою первую книгу «Голос вселенной». Смысл книги сводится к тому, что через электронные средства связи можно наладить связь с потусторонним миром. Не только Эдисон, но и изобретатель радио Маркони утверждал, что на радиоволнах могут появляться голоса умерших. То есть он утверждал, что настанет время, когда можно будет вступить в контакт с умершими через радиоволны. Значит, данное явление наблюдалось и наблюдается по нынешнее время. Все, кто имеют дело с радиотехникой, могут наблюдать данный факт. Значит, это явление наблюдается также, допустим, когда мы, допустим, имеем общение по телефонным линиям, в телевизионных программах и даже на записях аудиокассет. Поверх основной записи, поверх основного голоса идут такие явления, которые называем мы феноменом электрического голоса. Изучением явления белого шума занимается все больше людей. Некоторые ученые уверены в существовании на радиоволнах странных звуков неизвестного происхождения, которые как бы и являются объектом данного изучения. Шведский кинодокументалист Фридрих Юргенсен, он случайно записал голоса своих покойных родственников с подвижником Юргенсена и последователем является латвийский психолог Константин Раудев. Юргенсен и Раудев установили, что наилучших результатов можно достичь, когда при записи присутствуют какие-то несущие волны, фоновые шумы. Нужно записывать не абсолютную тишину, выдвинули идею ученые, а именно эти фоновые шумы, которые составляют своеобразное звуковое сырье. И это сырье покойные преобразуют в звуки собственного голоса. В следующей части нашей программы мы продолжим разговор о феномене электронного голоса. Оставайтесь на территории призраков и вы узнаете, что такое феномен электронного голоса и каким образом можно экспериментировать с ним в домашних условиях. В 60-е годы один из учеников Джаггерсона, латышский профессор, предоставил миру также свои записи. Он также ставил опыты и установил, что общается с посторонним миром. Он владел двадцатью языками и общался почти со всей Европой. Он установил, что он действительно общается с умершими людьми, с потусторонним миром. Критики полагали, что профессор записывает отрывки из разных передач, но он доказал, что это связь с потусторонним миром. И это голоса умерших людей, ранее живших и грамотных. Так как он делал двадцатью языками, он установил с ними контакт. В его коллекции набралось более 70 тысяч голосов. В них даже есть голос Маяковского. Основаясь на многолетном опыте, профессор в 1971 году выпустил свою первую книгу «Удивительная практика общения с мертвыми людьми». В ней было собрано столько доказательств со всего мира. Шум водопада и звук, доносящийся из радиоприемника, когда он не настроен ни на одну из определенных радиостанций. В начале прошлого века впервые был зафиксирован так называемый феномен электронного голоса — ФЭК. Спонтанные явления на записывающей и передающей аппаратуре голоса из неизвестного источника. Голоса, полученные в ходе экспериментов с ФЭК, условно разделяют на две категории. Прямые электроакустические голоса, которые слышны в режиме реального времени, и магнитофонные голоса, неслышимые в процессе записи и различимые при воспроизведении. У электронных голосов звук обычно вибрирует с высокой частотой. Темп фразы обладает сверхъестественной интонацией, ритм также более быстрый. ФЭК отличает монотонность. Самое интригующее, что люди, столкнувшись с феноменом электрического голоса, безошибочно узнают голоса своих умерших родственников. Главное, чтобы запись была качественной. Известность ФЭК приобрел еще в 50-х годах прошлого века. Шведский искусствовед и кинорежиссер Фредрих Юргенсен летом 1959 года выехал в пригород Стокгольма, чтобы записать пение птиц. Вернувшись в студию, он прослушал пленку и оцепенел. Помимо птичьих голосов, был отчетливо слышен голос мужчины, говорящий на норвежском языке об особенностях птичьего пения в ночное время. Может ли каждый человек поставить эксперимент, попробовав услышать электронный голос? Попробовать провести эксперимент может любой человек. Для этого достаточно магнитолы, достаточно наушника и аудиокассеты. Необходимо запастись данной аппаратуры и приступить к эксперименту. Далее возьмите новую кассету, вставьте ее в магнитофон и включите. Начинаем искать необходимую чистоту. Необходимо, чтобы у вас в наушниках образовывались звуки, шипения, помехи. Нужно найти между двумя радиостанциями пространство, не занятое осмысленными звуками. То есть это должны быть статические помехи, шипения, фоновые шумы, которые собственно и составляют звуковое сырье, необходимое нам для данного эксперимента. Затем постарайтесь расслабиться, нажмите кнопку и попросите у кого-нибудь из ушедших в иной мир, вступить с вами в контакт. Не пытайтесь в этот момент что-либо услышать, ибо вы ничего пока еще не услышите. Через пять минут остановите магнитофон, перемотайте его к началу и постарайтесь установить необходимый уровень громкости. Начинайте примерно с 20% от абсолютного максимального звука. Постепенно достигайте необходимого комфортного звука. Сконцентрируйте свое внимание на статических помехах, чтобы достичь необходимого результата. Вы постепенно, последовательно будете втягиваться в необходимую вам атмосферу статических помех. Далее, постепенно обратите внимание на наиболее подозрительные участки при записи. Для этого используйте счетчик пленки, который помогает вам установить необходимые отрезки записи. Постепенно привыкайте к данным звукам и вы обнаружите, что начинают проявляться необходимые вам шумы. И тут вы обнаружите странную вещь. Чем более чаще вы слушаете пленку, тем более четко проявляются непонятные участки. Как бы звук становится более и более осмысленным. Но не спешите делать выводы. Это могут быть и голоса соседей, и другие посторонние шумы. Восьмепрекращающийся шум эфира вдруг отчетливо становится слышен монотонный голос, говорящий что-то на немецком языке. Через несколько минут появляются еще несколько голосов. Они то стихают, то становятся громче. Кажется, что кто-то говорит и на русском. Я вслушиваюсь и начинаю узнавать голос своей бабушки, умершей 10 лет назад. Она мне говорит, здесь хорошо, за меня не волнуйся. Самая большая сенсация произошла в 83 году в Германии. Инженер Ганс Отто Генник показал всему миру новый изобретенный прибор, который улавливает эти послания и даже их расшифровывает. Даже большие скептики, которые собрались на этой конференции, были поражены. Когда Ганс Отто демонстрировал свой эксперимент, они услышали голоса своих умерших близких. Если вы решили произвести исследование ФЭК, феномена электрического голоса, то вы зададитесь вопросом, какую аппаратуру использовать. Лучше всего использовать недорогую аппаратуру, аналоговую технику, которая помогает достичь необходимых результатов. Это самая практичная и самая результативная техника, аналоговая. Кстати, подобный эксперимент проводили и исследователи из организации «Космопоиск». Они набрали две группы испытуемых, каждая из которых ставили конкретную задачу услышать что-либо в эфирном шуме. Правда, одним они ничего не говорили о смысле эксперимента и тем более о самом феномене электронных голосов, а других наоборот обрабатывали по полной программе, рассказывая очень подробно о случаях записи голосов покойных людей. В результате первая группа испытуемых ничего, кроме головной боли, не находило в эфирном шуме. Представители же второй группы утвердали, что слышали голоса с того света. В 80-е годы при появлении новых технологий ученые обнаружили, что послания стали появляться не только в радиоэфире, а даже стали появляться в телевизоре изображения близких умерших. Самые известные в мире специалисты по видеоконтактам эта супружеская пара из Люксембурга установила через ЭВМ недолгий контакт с потусторонним миром. И некоторое время они общались с умершими друзьями. Таким образом можно быть уверенным в том, что Вселенная достаточно гармонична и содержит в себе гораздо более добра и гармонии, чем зла и разрушительного элемента. Далее на территории призраков звуки, к которым мы привыкли и которые мы так любим. Музыка. Таким образом влияют эти звуки на человека. Оставайтесь на территории призраков и вы узнаете о том, какой невероятной энергией обладает музыка и для чего ее можно использовать в медицине. Музыка, особенно церковная, классическая, может содействовать исцелению даже тяжело больного. Поговорим о сферах влияния музыки на человека. Первое это на духовную сущность, второе на интеллект и третье на физическое тело. Платон, это великий учитель древности, считал, что музыка является главным средством воспитания эстетической личности, гармонической личности. Аристотель также утверждал, что при определенном воздействии музыки на человека формируется не только физическое тело человека, но и его душа. История оставила нам многочисленные примеры, когда великие исторические личности пользовались способом музыкотерапии. так царь Давид, который прекрасно играл на арфе, вылечил от депрессии, вернее, даже не только от депрессии царя Саула, но также его избавил и от демонических сил, которые на него влияли. О том, что звуки музыки помогают излечению, люди знали давно. Еще Пифагор, Аристотель и Платон утверждали, что музыка восстанавливает нарушенную болезнями гармонию в человеческом теле. Искусство и медицина веками шли рядом. В 20 веке целебные свойства музыки получили подтверждение в результате разных научных исследований. И вряд ли стоит спешить иронизировать по всему поводу. Так Искулап лечил радикулит громкими звуками трубы. И что интересно, он даже однажды вернул разум неразумному человеку. Ну и можно сказать, что очень многие ведущие личности древности пользовались музыкой для лечения населения. Также к спасительным звукам музыки прибегали даже египетские жрецы. Великий врачеватель древности Авиценна называл мелодию музыкальную нелекарственной терапией. Наравне с диетами, запахами и всевозможным улучшением настроения, смехом. Так примерно в третьем веке до новой эры в Парфянском царстве был даже создан такой некий музыкальный медицинский центр, где лечили от душевных травм и расстройств. Применение музыки в качестве лечебного воздействия используется в практической медицине достаточно давно. Однако, лишь в последнее время проведены серьезные клинические испытания в области исследования реальной терапевтической эффективности музыкотерапии. Начиная с 19 века наука накопила довольно много сведений о влиянии музыки как на человека, так и на живые существа. Особенно стали заниматься этим вопросом в последние десятилетия. Исследования ведутся в трех направлениях. Первое это влияние определенных музыкальных инструментов на человека. Второе это влияние великих гениев их произведений, конкретных произведений на человека. И третье влияние музыкальных направлений, музыкальных инструментов народного направления и влияние современной музыки на человека. В результате исследований наука теперь утверждает, что музыка это мощнейший источник энергии, влияющий на человека. Традиционно музыка используется в лечении психических болезней для уменьшения тревоги и депрессии, в частности при шизофрении и аутизме. Ряд исследований демонстрирует анальгетические и релаксирующие свойства музыкотерапии, что нашло применение при лечении хронических болевых синдромов различной этилогии. В 19 веке ученый по фамилии Догель определил, что под воздействием музыки в определенных ситуациях и в определенных дозах у человека меняется даже давление. Оно то повышается, то понижается, пульс учащается, ослабляется, а также большое влияние музыка оказывает и на другие органы. Наибольшее применение музыкотерапия получила в гериатрической практике. Имеются наблюдения об улучшении функционального состояния и уменьшение патологической симптоматики в процессе реабилитации пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Ряд исследований посвящен успешному использованию музыки в комплексном лечении болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера. С 1969 года в Швеции было образовано музыкальное терапевтическое общество. Благодаря которому весь мир узнал, что когда звонят колокола, то за считанные секунды звучание этих колоколов убивает тифозные палочки возбудителей желтухи и микробы гриппов. Сегодня более чем в 20 странах есть профессиональные ассоциации музыкальной терапии. Существует даже Всемирная ассоциация музыкотерапии. В США использование музыки в медицине впервые получило широкое признание после Второй мировой войны. Тогда она успешно применялась при лечении эмоциональных расстройств и фантомных болей у ветеранов войны. В московском центре Эйдес используют музыкальную терапию для лечения сахарного диабета. выяснили, что между уровнем сахара в крови и психическим состоянием человека существует прямая зависимость. Так регулируя свое психическое состояние, человек может значительно снизить уровень сахара в крови. И кстати в этом плане очень хорошо действуют на человека и природные шумы. Пени птиц, шум волн, раскаты грома и шум дождя. Недавно в Москве состоялся первый конгресс музыкотерапии и восстановительной медицины в 21 веке. В сущности можно сказать, что это официальное объявление о заключении некоего союза между музыкой и медициной в России. Недавно ученые из Геттингемского университета в Германии провели эксперимент. На группе испытуемых решили проверить, что же лучше влияет на сон музыка или медикаменты. И каково же было удивление ученых, когда они обнаружили, что музыка гораздо эффективнее действует, чем химические препараты. Оказывается, музыкотерапией у нас в стране занимаются давно и небезуспешно. Есть разные виды такой терапии. Реактивный пациент сам играет на каком-то инструменте. Репассивный получает сеансы прослушивания специально подобранной музыки. Особое внимание уделяется воздействию классической музыки на организм человека. Так ученые Самарканда отмечали, что воздействие инструментов флейты пиккола и кларнета благотворно влияет на кровообращение. А медленное и тихое звучание инструментальной музыки хорошо снижает давление. По мнению французских ученых, музыка из балета французского композитора Мариса Равеля Дафни Сыхлоя рекомендована больным, страдающим алкоголизмом. А музыка Генделя очень благотворно влияет на стабилизацию поведения шизофреников. Далее на территории призраков мы продолжим говорить о влиянии музыки на человека как положительном, так и отрицательном. Оставайтесь на территории призраков и вы узнаете, какие человеческие органы наиболее восприимчивы к звукам и какая музыка наиболее благотворно влияет на живые существа. С самого рождения мы начинаем жить в мире звуков. Звуковые волны буквально пронизывают всю нашу жизнь. Но иногда вместе с обыкновенными звуками привычной реальности в наш мир вторгаются таинственные послания неизвестных существ из неведомых миров. Михаил Лазарев, врач-педиатр, директор детского центра восстановительного лечения, говорит о том, что музыка благотворно влияет на беременных женщин. В каком плане? А в том плане, что классическая музыка благотворно влияет на образование структуры, костной структуры плода. Исследования Лазарева показали, что как раз на организм плода действуют вибрационные моменты музыки. Они действуют на щитовидную железу, как бы массируя остальные органы и улучшают кровообращение. В Московском Институте Традиционной Медицины разработаны и активно применяются музыкальные программы, которые так и называются антистрессовые, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка, гипертония. Одна из форм музыкотерапии активные вокальные упражнения, то есть пение. Музыка одна из самых вдохновенных форм искусства. Свои мелодии, ритмом, гармонией она вызывает различные чувства и эмоции в человеке. А вот лечение музыкой особенно среди медицинских целях обычно сводится к тому, что классическая музыка благотворно влияет на душевное состояние человека, а вот современная рок-музыка напротив, негативная. Недавно старейший британский научный журнал Nature опубликовал статью о благотворном влиянии музыки Моцарта на людей. В качестве эксперимента взяли Гарвардский университет, где принимали участие, конечно, студенты в эксперименте. И каково же было удивление ученых, когда после 10-минутного прослушивания музыки Моцарта выяснилось, что коэффициент интеллекта или IQ увеличился у них аж на 8-9 единиц. Причем музыка эта действовала абсолютно на всех. На тех студентов, которым нравился Моцарт и даже на тех, которым не нравился. В одной из клиник Тамбова проводились исследования влияния музыки на улучшение работы сердца и мозга. Они показали, что ежедневные в течение 10 дней сеансы прослушивания специально подобранной музыки помогают нормализовать сердечный ритм. Приборы зафиксировали явную активизацию работы мозга. Однако ученые давно задаются вопросом, как же различные виды музыки влияют на организм человека, на его органы. На эту тему проводятся различные исследования по всему миру. Одни из таких исследований показали, что классическая музыка не так уж значительно влияет на организм, песеная вызывает в ней негативные эмоции. Духовная музыка настраивает человека на душевное равновесие, гармонию. Западные медики ввели в свой лексикон такое выражение, как музыкальный наркоман. Они доказали, что после прослушивания тяжелого рока в человеке накапливается какой-то агрессивный гормон, который потом на самом деле молодежь, когда выбегает с этих концертов, у них столько энергии отрицательной, агрессии, что они сокрушают на своем пути буквально все. Они в метро громят сиденья, режут их, бьют стекла, заодно, кстати, пассажиров. Американские ученые утверждают, что повторяющиеся ритмы низкочастотных басовых инструментов разрушительно влияют на человеческие организмы и разрушают моральные устои в человеке. После прослушивания такой музыки человек готов вообще на любое преступление, его ничего не сдерживает. Менее значительно но улучшало здоровье обследованных это мажорная музыка медленные ритмы оказывало более негативное воздействие минорные быстрые темпы. Наиболее восприимчивыми к музыке органами оказались кишечник, желудок, поджелудочная железа, легкие печень. А наименее восприимчивым оказалось лицо, головной мозг, органы дыхания, щитовидная железа и как ни странно уши. Интересные результаты были получены в Санкт-Петербурге в Институте физиологии имени Ухтомского. Оказалось, музыка оказывает фиксируемое приборами комплексное воздействие на человека, а не только на слух. Одним из методов, который уникально сочетает древние традиции восточной медицины и современной технологии признана электростимуляцией, воздействие электрических импульсов на определенные активные точки тела. Музыка воздействует на организм на уровне клетки. Каждый орган имеет свою частоту колебания в определенных диапазонах. И во время болезни органа эта частота как бы сбивается. если частота колебаний музыки соответствует штате колебаний органов, то происходит резонанс и она настраивается на орган, настраивается на здоровый элат. И происходит постепенное исцеление. Музыка может проникать в организм человека не только непосредственно через органы слуха, но и через кожу. Дело в том, что диапазон звуковых волн, которые не слышат наше ухо, не воспринимают, воспринимается кожей. И опираясь на сей факт, звукотерапевты прикрепляют на проекции больных органов динамики, настроенные на определенную звуковую волну, чтобы создать тем самым резонанс. разрушительное воздействие на организм оказывает и сверхгромкие звуки. Ученые и медики называют такую музыку музыкой-убийцей или звуковым ядом. Так русскому психологу Азарову удалось выделить некоторые сочетания нот, при прослушивании которых человеку приходит на ум мысль о самоубийстве. К сожалению, множество современных музыкальных произведений созданы из таких вот звуков убийц. Медики Новосибирска решили сочетать этот метод с музыкальной терапией, совмещая воздействие электроимпульсов и прослушивание музыки. Проведено лечение пациентов с самыми разными диагнозами, например, с остеохондрозом и аллергиями. При лечении остеохондроза острые болевые ощущения снижались после третьего сеанса, исчезали после пятого седьмого. Жалобы при аллергических заболеваниях исчезали после второго пятого сеанса. Учеными проведены некоторые исследования в области сравнения современной музыки и классической. Так вот, современная музыка в виде рока, например, замедляет рост пшеницы, а классическая напротив ускоряет его. Классическая музыка увеличивает количество молока у кормящих матерей и животных, а вот по действиям рэпом количество молока снижается. Из духовных произведений максимальный эффект, как утверждают экспериментаторы, производят православные песнопения, колокольный звон. После серии музыкальных сеансов врачи наблюдали длительное улучшение состояния пациентов, нормализацию сна, снижение уровня тревожности, улучшение памяти и работоспособности. У кормящих матерей происходило усиление лактации, то есть увеличение количества вырабатываемого организмом молока. Вообще растения и животные предпочитают слушать классическую музыку. Дельфины при звуках баха начинают резвиться. Растения под действием классической музыки быстрее распускают свои листья и цветки, а вот под действием современной попсы коровы ложатся и отказываются есть. В заключительной части нашей программы еще немного фактов о влиянии музыки на человека, а также на другие объекты. Оставайтесь на территории призраков и помните, что музыка может благотворно влиять даже на дрожжи, которые применяют для изготовления водки. Уже многие века музыку используют как целебное средство при беременности. Последние годы и эти методы получили определенную научную базу. Французские ученые убедительно показали, что плод активно реагируют на музыку, которую слушает мать. Например, Бетховен и Брамс, как считают, действуют на еще нерожденного ребенка возбуждающих. Моцарт и Вивальди его успокаивают, а рок-музыка вызывает крайнее беспокойство. Опыт подобной работы с будущими матерями уже есть и в России. Монахи из монастыря Бриттани обнаружили, что под классическую музыку коровы когда получают вместе с кормом дают больше молока. Одним из организаторов форума по музыкотерапии стал доктор медицинских наук профессор Сергей Ваганович Шушарджан. Он еще и оперный певец. Его собственные исследования в области воздействия музыки на организм человека поразительно интересны. Автор множества научных работ по музыкотерапии Шушарджан задался целью изучить влияние разной музыки на клеточном уровне. Один из экспериментов заключался в том, что музыку слушали клетки, полученные из опухоли человека. Подобные культуры опухолевых клеток помещали в пространство между наушниками и по очереди подвергали воздействию четырех программ. Классическая музыка, эстрадно-симфоническая, рок-музыка и средневековые духовные песнопения. В Канаде струнные квартеты Моцарта исполняются прямо на улице, чтобы упорядочить движение. Обнаружен побочный эффект. Под действием Моцарта снизился уровень наркомании в Канаде. Любопытная деталь подмечена японцами. Под действием Моцарта на дрожжи получается самая высококачественная водка саке. Музыка Моцарта оказывает несомненно положительное влияние на процессы высшей мозговой деятельности, необходимые в шахматах и в математике. Самым сильным оказалось влияние духовной музыки. Самым слабым эффект рок-музыки. Получается, что разная музыка по-разному влияет на рост клеток. Пока это скорее чисто теоретические изыскания. Но кто знает, возможно, еще через несколько лет именно здесь отыщется дополнительный ключ для понимания механизма возникновения и лечения раковых опухолей. Похожие опыты были проведены с некоторыми бактериями и тоже показали, что музыка способна подавлять или наоборот усиливать активность микроорганизмов. Это значит, что в перспективе музыкотерапия видимо сможет участвовать в лечении инфекционных заболеваний. Романтическая музыка Шуберта, Шумана, Чайковского, Шопена прекрасно помогает снять стресс, расслабиться и очень хорошо подходит для медитации и различных духовных практик. Джаз, блюз, соул, реги поднимают настроение, избавляют от депрессии. Рок-музыка в стиле Rolling Stones в небольших количествах способна снять нервные мышечные напряжения, нейтрализовать действия других неприятных звуков. Духовная и религиозная музыка восстанавливает душевное равновесие, дарит чувство покоя. Если сравнивать музыку с лекарствами, то классическая музыка проявляет свойства анальгетиков. Но самый большой эффект, по мнению специалистов, оказывает на пациентов музыка Моцарта. Этот музыкальный феномен до конца еще не объяснен. Его так и назвали эффект Моцарта. музыка Продолжение следует... Продолжение следует...